Понимаете? Это люди, в связи с этим. Зачиняющий вопрос, да? Привязанность к стопам духовного учителя. Как в этих отношениях рассматривать? Я за что? К стопам духовного учителя, да? Хорошо, вот такой вопрос к вам. Вот, конечно, предположим, да. Как в этом ключе рассмотреть приязанность к стопам духовного учителя? Вот, давайте, пожалуйста, сейчас посмотрим. Вот это Кришна. Вот это Я, допустим, да? А вот это Гуру. Где вы поставите Гуру? Вот это Вы, это Кришна. Поставьте где-то Гуру. Что это вы хотите? Здесь. В зоне дождя. Здесь. Вот относительно Вас. Здесь. Здесь. Где вы его поставили? Стар. Именно. Что это вы хотите? Очень интересный вопрос. Вот от того, как Вы ответите, будет зависеть Ваши все, вообще, это Саббатка. Саббатка. Саббатка – это Ваша основа, как Вы служите Кришне и понимаете? Ну, на данный момент я это понимаю так. На данный момент я это понимаю так, что есть Кришна. Саббатка – это Ваши все, что Вы и Гегуру. Да, стоите. Возь так, ух. Стар. И между нами стоит Гуру. То есть, получается… Он является прозрачным следом между… Пава-пава-пава, правильно. На самом деле, Он не стоит между нами. Он и есть, вот то, что Вы сказали, это прозрачная света. Он есть путь к Кришне. Он не мешает нашему отношению. Смотрите, иногда люди говорят, что зачем мне это посредник. Но Он не посредник. Он и есть этот путь. Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, как в этом контексте, где там Гуру, Гуру – это есть путь к Кришне. Ну, то есть, и как? А вообще, это важный момент, потому что есть Гуру, нет пути, а если нет пути, то и не достигнет Гуришне. Но это не так. Некоторые говорят, что нам нужен Гуру. Это искажение философии. Это духовная шашлата, так, чтобы вы любили ее сбить с полгода. Вообще. Поэтому Гуру не дает запутаться. Он распутывается. Человек понимает, что ему делать. Вот и так вкратце. Для нас имелять Шилку Паню всегда Шикша Гуру, да? Да, конечно. Видно, что Вы учитесь, да? И на Шикшу. Да, я понял. То есть, Вы учитесь, и Вам это интересно. Да, у меня это интересно. Шикша Гуру. Вот. Никогда не бросайте. Да, учите. Шикша, это тот, кто дает наставление. Он дает наставление через свои книги. Мы читаем, и получается, они с ним связаны. Я не знаю, что Браганда не решает, что он не решает. Я вижу, что Браганда не очень большая, но Шикша не маленькая. Аааааа. Что там? В чем суть? Суть в том, что мы только что... Он ближе, чем Божество. Не ближе, не дальше. Это и есть путь Божества. Шлопопад в пути. Он не стоит на пути. Почему он больше прославляет, чем... Он и есть путь. Я просто с другой стороны... Представить их тоже можно. Он представляет Кришну. Это тоже правильно или нет? Шлопопада представляет Кришну. Если человек привязан к Кришне, неизвестно, достигнет Кришны или нет. Если человек привязан к преднам Кришны, то он точно достигнет Кришны. Это сам Кришна говорит. Поэтому привязанность к Шлопопаде... Обычно слышим, что мы имеем к Кришне, когда мы имеем Кришну, когда мы имеем Кришну. Да. Хорошо. Задайте свой вопрос. Это был не вопрос, это было просто... А, предложение. Не предложение, это... Ну, из моего опыта. Не опыта. Анекдот. У меня есть подружка. Она... Не подружка, а знакомая. Она из Индии, да? И когда я ей рассказала про Хари Кришна, я сказала, у Кришны, я просто заметила, насколько в ней это сидит. Вот мы учим это через голову, и как-то читаем с ней, и так далее. А она... О, Кришна! И это у нее так пошло, я думаю, ну надо, вот к тому, что вот идет из Тебя. Вот она все-таки имела, да? Она это сразу поняла, о чем я говорю, без... Мы учим в том, что постараемся, и так далее. А у нее это было внутри. Был такой случай, Махараши Пратапарудра, он хотел увидеть Господа Чиридану. Получить его Дашину. Господь Читания ему отказал. Он сказал, ты царь, Махараши, ты царь, я с Талями не общаюсь. Что не делал только Махараши Пратапарудра? Он говорил, я преданный царь, дайте мне пообщаться. Господь Читания сказал, и преданные стали простить Господа Читания. Он сказал, если еще раз попросить, я вообще буду от вас. Я не буду общаться с Махараши Пратапарудра. Поэтому преданные уговорили Господа Митянамду, чтобы он пошел и попросил Господа Читания, пообщаться с Махараши Пратапарудра. И они говорят, только не говори же там все детали, потому что Господа Читания разнилась. А Господь Митянамда очень простой. Он прямо все пришел и рассказал, вот куда вы. В общем, в конце концов, они договорились, что Господа Читания согласился с сыном. Сын не отличен от отца в какой-то степени, поэтому пусть они не встречаются. И вот преданные подумали, как его одеть сына, чтобы он встретился. Ну, одеть его как царевича маленького. Ну, мы знаем, как у него настроение у Господа Читания. Думали, как одеть, и решили его одеть как Кришну. Просто одежда Кришны, ну, вообще что-то такое. И пусть идет на вследствие Господа Читания. Представляете, комбинация. А в этот момент Господь Читания лежала и слушала Кришны, как Кришна ходит в сад. И в этот момент заходит этот сын царевича, как Кришна. И Господь Читания увидел его, вот так вот на него начал смотреть. И вот так вообще, ему так все понравилось вообще. И он дал ему там столько благословений, что он уже выходил чистым преданным. И когда преданным узнали, они говорят, где справедливость вообще. Этот сын наслаждался, 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 а потом еще знал чистым преданным. И они начали роптать. Мы тут стараемся. А он просто укупается на роскоши. И потом еще стал чистым преданным. И справедливость. И тут борьба. И правая рука Господа Читания, он сказал, что вы должны понять, он ему стал проповедовать, что вот это и есть беспричинная библика. И такое может быть. И мы не должны завидовать. Потому что, ну, кажется, то есть, как бы, ну тяжело. То есть, я тут работаю, да? А кто-то пришел, вот как правда пришел, да, и сразу начал петь на ресинку, да? То есть, в казарму, да? То есть, он не боится петь, да? То есть, он сразу поет, да? А другие могут стесняться, там, что... А он уже, он идет, он Кришна, понимаете? То есть, вот, я иду. И, да, это трудно, но я иду. Моя шея, она высока, она выше, чем эти трудности. Я иду. И это быстрый прогресс. Пока, пока есть вот это вот приживание, Кришна будет помогать. Как только, он потом... Вы знаете, какая самая большая трудность впереди? Это наслаждение, которое нужно дать. А когда приходят страдания, не сложно помнить, но когда приходят наслаждения, отказаться от наслаждений ради Кришны гораздо сложнее. Поэтому будьте начеку. И, да, я иду. И, да, я иду. Да, я иду. Как и купить? Да. А, шим отбаватам, кий-джай, шевропат, кий-джай. Кий-джай. Парикишин. Парикишин. Спасибо. Спасибо. Маму. Мама. Маленькие, да... Мам, мам... А есть Как остановить трансляж?